Голосование под дулом автоматов у многих крымчан вызывало не страх, а эйфорию. Ведь здесь традиционно селились отставники Советской Армии и Комитета Госбезопасности. Все 23 года украинской независимости они были во власти ностальгии по светлому советскому прошлому. Результат референдума в поддержку присоединения к России был ожидаемым. Многие пенсионеры и люди среднего возраста голосовали за Крым в России. Все было открыто, прозрачно. Слава богу, нарушений никаких не было, инцидентов не было. Все было хорошо у нас. Все находили себя в списках, все было хорошо. То есть никаких таких нарушений не было. В день голосования людей с оружием на улицах существенно поубавилось. А вот агрессия против журналистов выросла в разы. Аккредитация в крымском парламенте не гарантировала возможность для съемки. В ряде случаев председатели избиркомов не пускали телевизионщиков без объяснения причин. У съемочной группы Аль Джазира сломали микрофон, а корреспонденту и оператору украинского телеканала ICTV мешали снимать процесс выборов. Подсчет голосов проходил при закрытых дверях. На многие участки не допускали представители средств массовой информации. Мы говорили об этом, что в порядке аккредитации заложена эта угроза, что медиа не будут допущены для наблюдения за подсчетом голосов. Поэтому судить о том, как они считали эти голоса и насколько объективные данные они предоставили в своих протоколах. Крымские татары объявили, что не будут принимать участие в голосовании. По словам председателя Меджилийса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, на избирательных участках побывали около 1 тысячи крымских татар. Чубаров призвал власти Украины признать крымских татар коренного народа полуострова и законодательно закрепить этот статус. В Киеве этот призыв услышали. Есть принятый в первом чтении законопроект о статусе граждан, незаконно выселенных с территории Крыма. И я думаю, что наша задача принять во втором чтении необходимый законопроект, чтобы поддержать тех наших граждан, которые проявили мужество и принципиальность во время так называемого референдума. Вопреки прогнозам и слухам, Киев не собирается отключать уплывающему полуострову газ, электроэнергию и воду. Для подъема воды в летний сезон требуется 300 миллионов гривен, они заложены в украинском бюджете. Но для того, чтобы технически обеспечить подачу воды в Крым, нужно отремонтировать русло канала, нужно отремонтировать насосные станции. Сегодня в зоне канала заминированы поля, сегодня на насосных станциях сидят оккупанты, и не существует возможности доступа. Украинские власти также обещают своевременно перечислять пенсии крымчанам, но вот гарантировать их получение в крымских банкоматах не могут. С 1 апреля полуостров переходит на российские рубли.